Всем привет! Вы на канале Марина и Цветочные Друзья. И мы с вами сегодня на выставке растений, которая проводится в Новороссийске в торговом центре Бон Пассаж по улице Анапское шоссе 39А. Выставка работает два дня, 16 и 17 марта, поэтому приглашаем всех любителей цветов открытие торгового центра с 10 часов утра. И работать выставка будет до поздна, до самого глубокого вечера. В комментариях меня попросили начать со своего рабочего места, поэтому показываю вам те растения, которые приехали сегодня с нами на выставку. Это лимоны. Вотчина моего мужа. Он занимается лимонами, ухаживает за ними, черенкует, наблюдает за цветениями и так далее, и так далее, за наличием и отсутствием клеща, старается и за всех всем. Помимо комнатных, мы стараемся брать с собой садовые растения, тем более у нас есть прямо такие площадки, где приходят наши покупатели именно за садовыми цветами. Сегодня это морозники, это пестролистная юбка, а также на свет вытащим красиво цветущее растение гаурана. И зимует, и цветет замечательно. Бузина, немножко гортензии, почеток, ровная роза. Но, конечно же, основная часть нашего цветочного места весной занята цветущими пеларгониями. Есть, кстати, пропустила бругмансия пестролистная, с приятным ароматом. Есть сортовые пеларгонии, например, розалинда, густомахровый сорт, она похожа на пиановидную. Зональные сорта выбираются визуально, потому что они без подписи сорта. Ну, растения, конечно, у нас уже выращены и предлагаются покупателям в основном в большом объеме, уже готовые, в постоянном грунте, то есть их не нужно пересаживать из торфа, там очищать корневую систему, они уже просто для того, чтобы ставить и любоваться. Ну, а помимо этого, тоже по просьбам наших любителей пеларгонии, мы стали привозить и малышей, которые еще не цветут, подписанные расцветки. Это, например, светло-розовый стеллар, есть персиковый стеллар, есть стеллар, правильно это говорит, да, есть ярко-красный. То есть вот таких малышей тоже много. Здравствуйте. Конечно же, уже привозим и колеусы тоже. Такая яркая поляна сегодня у нас колеусов. Из нашего цветочного разнотравья покажу немножко. Это пепперомии, иониумы, сейчас покажу пестренький же красавчик, куда его заставило. Не видно, что он пестрый издали. Цветущие колонхои, рео, листовой кактус, тростниковые бегонии, сингониумы, с золотистым листом, это дуранта, и есть дуранта с белой пестротой, с желтой пестротой, черенки закончились, будут сейчас весной ставиться на укоренение. Это абутилончик с оранжевыми колокольчиками. Там наверху у нас цветущие бегонии, даунхоам, тростниковые, и кудрявые хлорофитумы, а также аспарагус, хвощевидные, руселия. Идем дальше. Ой, я же сегодня решила прямо не торопиться, не дергать камеру. Думаю, буду плавно перемещаться. Плавно перемещаться. Это филодендрон, медуза. Этот под номером какой-то, Т-34, наверное, это карамель. Это желтый крокодил. Всевозможные традисканцы. Толстяночки. Тремиоксис. Суккулентики всегда присутствуют. Для подвесных горшков сегодня взяли самые разные традисканцы, а также вербейник, маничетый, дихондра, крестовник, была будра, собрали уже ее. Традисканцы много. Так что вот так. А, тут у нас рядышком, вот я говорю для кашпо, а рядышком у нас и кашпо тоже есть, и зератанга. Причем сейчас покажу вам на цепочках такие красивенькие горшочки. Посмотрите. 750 рублей. Вот, кстати, и цена такая подходящая. И очень красиво смотрится. И цепочки такие прочные, на которые можно подвешивать горшки. Есть светленькие горшочки. Кому что нравится. Белый с голубым. Ну, наверное, мне кажется, что очень хорошо будет зелень выделяться вот на таких спокойных расцветках. Причем есть еще и корзиночки всевозможные. Ну, смотрятся, кстати, приятные такие изделия. И вот даже вот такое кашпо, как для... Облетен горшочек. Есть большие, большие емкости, большие объемы. Сейчас у нас многие увлекаются этим. Поэтому... Поэтому вот всегда на выставке есть и такие изделия из ратанга. А я продвигаюсь дальше к рабочему месту Светланы. У Светы много гортензий сегодня. Просто вот целый стол гортензий. Сейчас мы к ним подойдем. Посмотрим вот здесь. Посмотрите, какое почвопокровное растение. Это котула или лептинелла. Оно, кстати, часто спрашивает, какое растение можно сажать на альпийских горках. Вот его можно сажать на альпийскую горку, потому что котула не любит замокания, а как раз на альпийской горке ей лишней воды не будет там. А на сколько стоит цвет? 350. 350. Пижма. О, какая красавица, да? А такая... Расскажи нам цель немножко. Это пижма городянова. Образуют шарики, если ее правильно стичь. Цветет красивыми желтыми цветочками. Как у пижмы, выглядит очень эффектно. Если пижма, она пахнет, да? Чувствуется. Нет, запах почти не чувствуется. Есть пижма, у которой прямо такой насыщенный, такой лимонный аромат. А у этой зато красивый внешний вид. А стоит она сколько? 250. 250 рублей. Здесь уже вот и лилия в горшочках есть. Гортензии, кстати, есть цветущие. Калат. Ой, как приятно пахнет кала. У нее такой аромат приятный. Это эфиопская кала. А сколько стоит цвет? 500 рублей. Такой вот такой прямо коренастый кустик. И цветущие гортензии. Есть и розовые, и такие вот синие. И масса-масса деток. А деточки скажи нам, сколько стоит? Ну, сортовые 500, бесконечное лето 200. Есть по 150 даже. Бесконечное лето 200. Есть сортовые 500. То есть самые разные цены. Вот здесь можно уже выбрать с цветоносами. Ну, вот это сортовые, да? 1200, да. 1200. 1200, уже большие кусты. И уже вот с появившимися цветоносиками. Уже прямо полноценные, огромные. А вот такие 500 подписаны по сортам. Света занимается садовыми растениями уже так прямо конкретно. Ей это нравится. И будут появляться все новые и новые интересные растения. Поэтому можно интересоваться, подходить именно растения для сада. Хотя вот встречаются и пеларгонии, пестролистная пеларгония, и фуксии. 300 цвета грилла, пара 250. Здесь вот, как-то я вам говорила о таких растениях однолетних, которые, ну, просто необходимы в саду. И это как раз остеосперманы. Посмотрите, черенки. Вот получается, осенняя рассада, когда начинается прохлада, то кусты остеоспермума, они снова обрастают молодыми, молодой порослью, которую можно брать на укоренение. Вот это Света сама начеренковала. Посмотрите, какие красавчики разного цвета. Красные, сиреневые, желтые, оранжевые. А сколько стоит цвет? 150. 150 рублей. Это полноценные. Да, уже прямо такие. Не просто выращенные рассады, а рассады сформированные кустики, которые, ну, уже сейчас просто украшение сада. Посмотрите. А вот не получилось махровых, да? Махровые, розовые, одни получились. Хотя там у меня все были посажены, что же, махровые сорта. Розовые только одни, но я их, короче, зачеренковала еще раз. Обычно же говорят, что если черенок укореняем, то получается сорт, да? Да, да, сорт получился. Просто я их сейчас не вырезала, мы их еще раз почернем. Ну, у меня они все были махровые, понимаешь? Они были все махровые. Махровые только розовые. Да, я поняла, поняла. Я просто говорю, что когда высаживалась бревка, они были вот все махровые, а сейчас рассада получилась вот такая. А может, она наберет когда... Ну, да, но очень красивая все равно. Красивая, да. Мне очень нравится. И вот такой непередаваемый аромат прямо у гиацинта. После аспермы мы люблю, обожаю, но удивлена, потому что высаживали мы рассаду махровую, а получились не махровые сорта, но очень красивая. Посмотрите, какая грядка разноцветная, прямо отрываться невозможно. Красота. А это у нас Оля. Ой, Света. Ну, Света нам обещала сделать визитку, но еще не сделала, но контакты Светы есть. Поэтому, если какие-то растения заинтересовали, вот я считаю, что остеоспером хорошо сформированы, там уже не рассада, а куст, 150 рублей. Это прямо сейчас уже можно высаживать в грунт, стоит их купить. Они даже в маленьких объемах прекрасно выглядят и любят прохладу. Сейчас погода как раз уже для них. А мы перешли к рабочему месту Оли, Оля из Анапы. Визиточки. Визиточку Оли я постоянно показываю. Сейчас мы пройдем по цветочкам. Вот у Оли все подписано. Очень много времени уходит именно на то, чтобы подписать все растения. Но зато потом так удобно это смотреть. Посмотрите, гортензия красно-розовая. 600 рублей. Вот такой прямо красивый лист. С красноватым оттенком. И у Оли много гортензии тоже. Фотографии по сорту. Подпись по сорту. French Cancan. Аиша French Cancan. Красивая расцветочка. Прямо сейчас посмотрим поближе цветочек. Посмотрите, какая прелесть. Cancan. Вот этот он закрученный такой. Поэтому Cancan. Красота. Красота. Сейчас еще и цену посмотрим. 650 French Cancan. Ага. Вуду. Люцифер. Мисс Сари. Давно известный сорт. Но вот 600 рублей тоже. Но хуже от этого не становится. Мы говорим, что есть такое проверенное временем. И от этого растение не уходит на нижние строчки рейтинга. А прекрасно свое место занимает и оправдывает. У Оли сегодня приехали фуксии. Самые разные цены. 250-300 стоят в череночке фуксий. Есть вот такие кистевидные. С красноватым листиком и с пестрым листиком. Вот еще интересные цветочки. Тоже необычные. Есть махровая сорта. Коралловая и Карла Хнапаль. Ой, какая красивая. Красивенькая такая. Светлая махровая фуксия. Сейчас так. Посмотрите. Тут же декоративно-лиственные бегонии. Самые разные тоже. Цены 250-300-350 в основном. Есть наши эти яркие с яркими петнами. Есть вижу канкан. А, фламенко. Фламенко. Канкан – это гортынзия. Фламенко. Красиво смотрится. Кадонанты эсхинантусы колумнии. С названиями тоже сорта. С названиями тоже сорта. 300-350 рублей. Показаны образцы цветения. Красиво цветущие. Многие же любят. Вот, пожалуйста, красиво цветущие. Кампанулы. И сегодня, Оля, первый раз я вижу на фотографиях репсалисы интересные. Оля, вот это, которые дождем спускаются, да? У них такие, как нити. Да, у них нити, как жемчужинки маленькие. Ага. Вниз, да? Да. Да. И он краснеет для этого. Красота. А сколько стоят они? По 450. По 450 рублей. Репсалисы мы с вами привыкли видеть зелеными, да? А это вот такие цветные репсалисы. Есть еще вот такой. Ага. У меня такой новый. Угу. Очень некий. Ну, он из дорогих, да, получается, сортов? Да. Гордынии самые разные, мы с вами уже смотрели. Там сверху вижу пестролисный витекс варегатный. 350. Ой, зеленый, зеленый. И варегатный, да? 350 рублей. Цветение там зеленого. Росточек варегатного. Цветущие. Периске. Склерохитон. Дюперея. Флагокантус. Гихроа. Гетея. Ой, боже мой. Некоторые названия читаю и сама боюсь. Думаю, ну ничего себе. А бутилончики. Рассказывала сегодня Оля, что расцвел у меня клубничный сок. Оля мне выбрала абутилон. Я попросила яркий. И он действительно яркий. Он настолько яркий, что кажется, сейчас клубничный сок так и брызнет из него. Он красивый, просто не могу налюбоваться. Сегодня приду Коля еще за другим сортом. Выберем. А бутилоны очень красивые. Если им подходит место, и они цветут, это просто непередаваемые ощущения. Много фикусов самых разных. И крупнолистных, и мелколистных. И много бугенвилей. Они еще не расставлены. Я просто покажу. Я стараюсь снять это видео до начала рабочего дня, чтобы постараться его загрузить пораньше. Чтобы как можно больше наших любителей цветов увидели, что сегодня выставка. И пора идти к нам в гости. Вот контакты Оли. Что я не показала. Алиандры. Присутствуют тоже наши южные такие растения. Кто любит рослые, большие кусты. И даже можно сформировать деревья. И даже деревья на штамбе можно сформировать. То как раз алиандры подходят. И у нас на юге они прекрасно цветут. А, кстати, еще и клеродендромы всевозможные. Специозум, Томпсона. Спленденс есть. Спленденс. Чисто красный. А, чисто... Покажу. Спленденс, чисто красный клеродендром. У нас интересно. Интересно. Ну, давайте еще. У нас время позволяет. Сейчас мы посмотрим еще цветочные места Майи. У Майи, как всегда, разбавлены фиалочки яркими игрушками. Сегодня много появилось новых моделей. Это игрушки 3D. Помните? И сейчас покажу вам... Покажу вам... Вот такого динозаврика. Очень позитивный динозаврик. Сразу видно, травоядный. Неплатоядный. Добрый лев. Просто улыбающийся. Есть герои из мультфильмов и кинофильмов. Всякие разные, интересные. Цены разные. Начиная от... 200 рублей. Вот такие зверюшки подвижные по 200 рублей. Ну, вот я говорила вам, что наши детвора любят вот таких змеек, червячков, дракончиков, которых можно крутить в руках. Хотя, еще раз говорю, что очень много самых разных, интересных зверушек. А, вот какой дракон. Ну, вот у Майи до этого были драконы. Они такие, больше на змей были похожи. С головами и с хвостами. А здесь уже сегодня я вижу прямо таких ящеров. То есть ножки. Хвосты, рожки. Все присутствует. Крылышки тоже, кстати. Ну, и, конечно же, цветы. Фиалочки. Майя. Свет кометы. Называется фиалка. Седой граф. Сладкий пион. Бой быков голд. Тоже старый сорт. Остается востребованным. Ривомист. Ривомист. Амитист. Пурпурит. Магия неба. И масса, масса, масса укорененных листиков и деток. 200-300 рублей. 200-250-300 стоят детки. Так, вот. Вот бегония у нас тут так стоит, что листочки кто-нибудь неосторожно заденет. Поправим. И с трептокарпуса. Разные расцветки, разные названия, разные цены. Есть даже цветущая уже детка. Наш рабочий день начинается. Уже зазвучали объявления. Сейчас откроются двери и придут наши любители цветов. А я еще раз говорю, что выставка проводится в Новороссийске, в торговом центре Бон-Пассаж по улице Анавская, шоссе 39А. Надеюсь, у вас не закружилась голова от моих перемещений. Приглашаем всех любителей цветов. 16-17 марта к нам в гости. Пока-пока.